Всем привет! И сегодня мы будем говорить о приложениях-помощниках, которые нам помогают делать наш Инстаграм красивым. Я вчера сбросила несколько скринов Инстаграм-аккаунтов, которые мне понравились, на мой взгляд. Это, конечно, не повод для подражания, но как вариант для вдохновения, что, может быть, посмотрев на вот эти вот интересные, на мой взгляд, аккаунты, вы сделаете свой еще интересней. И одним из таких помощников, которые могут помочь сделать ваш аккаунт интересней, это приложение Canva. Что можно сделать в этом приложении? Я в этом приложении делаю бесконечную ленту. И сейчас я покажу, как я это делаю. Ну вот, это вариант из старой моей ленты. И сейчас я просто сначала зайду и покажу, как я делаю совершенно новую ленту. Я хочу попробовать другой аккаунт завести, еще один поэкспериментировать, скажем так. И поэтому сейчас мы с вами посмотрим, как это делать с самого начала. Заходим в браузерной строчке, пишем www.canva.com. Регистрируемся в этом сервисе. Он, в принципе, бесплатный. Но если хотите дополнительные возможности, то есть возможность, по-моему, 700 с чем-то рублей. Там будут дополнительные макеты, дополнительные шаблоны, дополнительные картинки. И можно обойтись бесплатным вариантом, можно сделать платный, если вы хотите больше возможностей. У вас есть вот такие вот различные по размерам макеты и дизайны. Здесь сразу же видно, вот это, допустим, для постов в Facebook и ВКонтакте подходит по размеру. Это фотоколлажи различные. Это графика для соцсетей квадратная подходит для Инстаграма нашего. Это баннер для Ютуба, большой размер. Он подходит для оформления шапок для Ютуба, для каналов, для групп в соцсетях. То есть именно вот здесь большой размер, чтобы вы имели представление. Это вертикальные различные форматы. Вот в этом формате я, допустим, делаю сториз и инфографика вот такого плана вертикальная. Если где-то что-то нужно, может быть, где-то пригодится и такого плана графика. Сейчас мы возьмем вот этот вот графика для социальных сетей квадратная. Вот у нас встал белый квадрат. Давайте его назовем. Сейчас он у нас обозвался, графика для социальных сетей. Так, название дизайна. Новый. Все, новый аккаунт готово. Вот у нас есть название. Теперь мы с вами будем лучше, конечно, в идеале каждый пост оформлять отдельно. Тогда будет качество лучше. Но мы с вами говорим о бесконечной ленте. Итак, у нас есть белый лист. Бесконечную ленту можно делать в фотошопе, но в фотошоп гораздо сложнее, чем канва. В фотошопе, возможно, даже она красивее, лучше получится. Но это, скажем так, бюджетный вариант и самый простой. Итак, что нам нужно сейчас сделать? Прежде всего, конечно, определиться с фоном. Какого цвета вы хотите фон? И смотрим, что нам может предложить сама программа. Вот слева есть значки, поиск, макеты, элементы, текст и фон. Ниже моё кнопочка. Ну, давайте пробежимся, познакомимся со всеми кнопочками. Вот раз уж мы подошли к фону, можно выбрать просто фон какого-то определенного цвета. Я нажимаю, он стал фиолетовым. Хочу бирюзовый, он будет бирюзовый. Не устраивает одного цвета какого-то. Есть фоны вот такого плана. У меня в начале, кто может посмотреть, могли видеть, что у меня был фон вот такого цвета. Причем, да, вот примерно вот такого цвета я фон использовала. Он такой неоднотонный, неоднородный, такой интересненький. Мне такой фон нравился. Обратите внимание, что есть бесплатные фоны. Это если вы пользуетесь бесплатной версией. Есть фоны платные. Вот один доллар. Если вы выберете этот фон, то нужно будет заплатить за использование один доллар. Иначе картинка будет выглядеть подобным образом. С полосками и написано канва. То есть видно, что вы воспользовались картинкой, не оплатив ее. Поэтому, конечно, картинки могут быть красивые, но тогда придется оплачивать их. Есть еще один вариант, где можно воспользоваться красивой картинкой и тоже сделать это бесплатно. Это можно взять просто фотографию понравившуюся. Вот у нас есть вариант скачать свои фотографии. Это вот все фотографии, которые я скачивала. Так, для использования в своих. Можно добавить. Добавляем. Нажимаем на кнопочку «Добавить собственное изображение». Открылась вкладка. И я ищу на рабочем столе. У меня есть папочка, в которую я складывала фотографии, которые я скачивала со стока. Которые мне могут быть нужны для работы. Вот фоточки со стока. И сейчас у меня такая идея. Попробую я ее вместе с вами, прям при вас воплотить. Вот такой вот возьму. Такое фото. Жалко, что оно не квадратное. Это может не очень интересно выглядеть. Как раз все интересные штучки у нас будут за бортом. И выбираю вот это фото. Вот оно получается у нас такого размера. Так как у нас квадратное, мы или растягиваем его до размеров. Вот получается весь рисунок уходит у нас за края. Это не есть хорошо. Середина остается пустой. Не интересно. Так, сейчас мы уберем. Сделаем вот так, попробуем. Вот у нас получились какие-то элементы. Элементы бизнеса, которые у нас в середине кадра. И середина кадра сама пустая. Но так как это смотрится сейчас непонятно как немножко. И нам не нужны, в принципе, эти элементы везде. Можно сделать, знаете как? Можно сделать вот так вот. Мы сейчас еще и перевернем. И у нас будет... Вот такая вот интересная композиция, набросанная на стол. Но нам не нужна эта композиция такая яркая. И мы ее сделаем фоновой. Мы уменьшаем прозрачность. Вот примерно на 45 давайте сделаем. Вот 43. И с этой стороны делаем точно так же. 43. Вот у нас получилась такая фоновая картинка. И сейчас я хочу сделать из нее... И сейчас я попробую набросать ярких элементов, из которых я потом буду делать 9 постов. Какие это могут быть яркие элементы? Вот у нас есть кнопочка элементы. Мы заходим сюда. Заходим в элементы. И нам нужны рамки. Щелкаем и нажимаем на кнопку. И смотрим. У нас выходит большое количество всяких рамок. Здесь можно выбрать то, что вы хотите. Есть вот три рамки в одном фото. Это своего рода коллаж. Есть рамка закрашенная с цветом. Есть рамки вот вообще тут что-то... Разные-разные-разные. И вот такие вот всякие. И вот такие. И еще какие-то другие. Есть рамки в виде телефона. Вот мне нравятся рамки в виде телефона. Давайте мы возьмем... Так, вот. Она у нас встала. И мы сейчас ее уменьшим до размеров одного поста. И сделаем такой вот наклон. И, допустим, вот верхний пост. Мы его разместим. Или вот так вот лучше с очками. Так. Ну, допустим, вот так вот у нас. Пусть будет. У нас сейчас... Опа! Белый получился телефончик безликий. Давайте просто тогда возьмем... Не этот телефон. Удалить элемент. Ну, этот беленький потом оставим. Может пригодиться. Давайте возьмем черненький телефон. Параллельно часам вот так вот его распределим. Давайте возьмем планшет. Вверх сюда его определим. Возьмем ноутбук. Пусть он будет у нас в серединке. Ну, и еще, и еще, и еще. Что у нас тут есть такого? Давайте еще, наверное, один... Телефон. Или два телефона, может быть, здесь бросить. Конечно, мы взяли с вами это просто рамки в виде таких телефонов. В виде гаджета. Это будет такая изюминка делового бизнес-аккаунта. Если, конечно, ваш аккаунт к бизнесу, к гаджетам никакого отношения не имеет, то, в принципе, вам можно взять, будет просто рамочки. Допустим, вот такого формата. Если вы выкладываете какую-то красоту, то можно взять просто обычную рамочку, вот такую, уменьшить ее до размеров аккаунта. И на каком-то красивом фоне разместить здесь ваш товар или услугу. Можно прямо, можно криво, косо. Бесконечная лента смотрится бесконечной, когда у нас заходят краешки одного элемента в другой. Вот тогда видно, что это она перетекает из одного поста в другой. Видно, что у нас лента перетекает из одного поста в другой и становится бесконечной. Можно взять такую вот, допустим, рамочку. Можно взять такую рамочку. Здесь есть интересные каемочки, которые могут вторить именно вашей цвету выбранного вами аккаунта. И можно выбрать, допустим, здесь вот сейчас желтенькая. Заходим. Мы хотим, чтобы она у нас была какая-нибудь ярко-красная такая. Вот сейчас мы с вами ее вот так вот раз. О, какая она у нас бордовая стала. Вот, можно... Давайте еще посмотрим, какие у нас есть рамочки. Есть рамочки такие вот, прям совсем фельди персовые. Но все это должно смотреться аккуратно, должно смотреться красиво. Нехорошо смотрится, когда в бесконечной ленте разные совершенно рамочки используются. Рекомендуется использовать, ну, два, максимум три варианта по числу ваших рубрик. И очень хорошо этим самым будет выделить ваши рубрики. Допустим, рубрика о бизнесе будет выделена в фото с гаджетами. Рубрика о продукте, допустим, фото с такими рамочками. Рубрика о вас вот с такими рамочками. Что у нас тут еще есть? Тут много чего есть. Рамочки круглые, рамочки с контурами, без контуров, в виде звездочек. В общем, вы можете посмотреть и выбрать то, что вам ближе по душе. Я ограничусь гаджетами, они мне нравятся и они мне как бы в тему. И сейчас удалю лишние, удалю лишние элементы. Так, что же мне сделать интересного, красивого на оставшихся постах? А на оставшихся постах я хочу попробовать. Так, это премиум. Вот, если 700 рублей заплатить, то можно будет использовать премиум. Вот этот вот аккаунт. Вот, неплохо довольно-таки смотрится. Наверное, я возьму для себя этот вариант. Здесь можно потом что-то написать. Здесь, в принципе, можно разместить фото. Это уже как вам хочется. На фото можно просто сделать такую. Это тоже своего рода рамочка. Их можно размещать. Мне почему-то какой-то хаос в последнее время нравится. Не знаю почему. Что-то я стала любить хаос. Такой на аккаунтах. Как вам такой вот аккаунт? Так, вот сюда. Тоже немного развернем. У нас эти уголочки будут заходить из одного поста в другой. И это будет смотреться у нас, надеюсь, интересно. Так, планшет побольше. Ноутбук побольше. Укрупним. Так, 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 так. Вот это мы спустим вот сюда. А сюда мы сделаем еще один телефончик. Так, ну, посмотреть. Ну, тут еще можно выбрать, конечно, много чего. Посмотрите, вот такие вот рамочки даже можете выбрать. Если у вас какой-то там вот интересный товар, посмотрите, как это будет смотреться красиво. Вот, можно выбрать даже так. Вот. Ну, пока мы уберем. Мне нужен телефончик. Удаляем этот эффект. Он у нас удалился. Итак, переходим снова, где у нас телефоны. В общем, если посмотреть, поискать, есть из чего выбрать то, что вам хочется. Выбор очень богатый. Так, 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 так. Давайте, что ли. Давайте еще один ноутбук сюда сделаем. И развернем его, и развернем его вот так. Посмотрим, как это будет выглядеть. Так, или все-таки телефончик. Вот давайте посмотрим лучше. Или вот так оставить. Ну, как-то негармонично, не очень, не нравится. А вообще-то, знаете, наверное, что? Удалю-ка я этот элемент. Уберу я планшет вот сюда. А сюда я поставлю, скопирую. Нажимаю, копирую. Чтобы мне не искать. Вот таким вот образом. У нас как-то белая получилась белый фон. Белый фон. Можно попробовать добавить фильтры, наложить. Сейчас он у нас обычный, прозрачный. Можно попробовать использовать фильтры. Добавить такой вот, допустим, фильтр. Получилось, что? Ничего особенного. Для фото мне нравится, я использую фильтр Эпик. Он добавляет такой какой-то глубины с синеватым оттенком. Очень интересный такой фильтр получается. Но на белом фоне и тем более у нас убавленная интенсивность. Здесь, конечно, ничего не разглядишь. Вот фильтры хорошо использовать, когда у нас фото. Но вот сейчас давайте, допустим, я возьму любое фото и покажу на фильтрах. Здесь ничего такого я не вижу. Если вот это попробовать. Вот немножко добавилось, по-моему, цвета. Добавилось цвета. Сейчас мы, наверное, оставим так. Теплый какой-то появился цвет. Можно поиграть с яркостью, можно поиграть с контрастностью. Ну, так как у нас убавлен, сделан фон прозрачным, тут, конечно, особо не разбежишься. Оставлю белый. И давайте попробуем. Сейчас просто накидаем фотографии. Допустим, допустим. Но, допустим, первое фото сделаем прямой эфир. Возьму фотографию оппонента своего. И вот сюда вот помещу. Это девушка, с которой мы планируем прямой эфир. И я сейчас сделаю, приготовлю пост с оповещением о прямом эфире. Фотография большая. В маленький телефончик не хочет входить. Уменьшаем до нужного размера. Оп! Вот она встала. Встала она немножечко у нас неровно. Нажимаем два раза на телефончик. И двигаем ту часть фотографии, которая нам нужна, чтобы была видна. И нажимаем на галочку. Все, у нас встает именно та часть фотографии, которая должна быть. И беру вторую фотографию, свою. Также уменьшаю ее до размеров телефона. И вставляю. Так, она мелковата. Чтобы гармонично фотографии наши смотрелись, нужно ее сделать, чтобы они были примерно одного размера. Я увеличиваю. Ставлю ту часть, которая хочу, чтобы была видна в рамочке. И оставляю. Вот у нас примерно две фотографии в одной цветовой гамме одного размера. Оставляю пока так. Так, давайте сюда что-нибудь бросим интересное. Допустим, допустим, допустим. Что я могу? Ну, допустим, возьму вот эту фотографию, брошу своего партнера. Допустим, у нас будет пост о партнере. Оп, все, встало. Можем также увеличить размер фотографии, чтобы она была поболее размером. Все. Так, теперь переходим к ноутбуку. Здесь можно побольше уже какую-то фотографию выбрать. Тема поста, допустим, новое обучение, которое у нас планируется с 13 августа. Сокровища инстаграма. Такая вот картинка центральная будет с сокровищами. Следующий пост, допустим, будет что-то, что-то, что-то возьмем. Все равно у нас в бизнес-аккаунте должно быть больше фотографий именно наших, если это брендовый аккаунт, не продуктовый. Поэтому в любом случае моя фотография подойдет под любой пост, который я пишу. Так, увеличиваем размер фотографии. Вот, допустим, такой сделаем размер. Так. И последнее фото. Тоже что-нибудь такое. Еще покажу, как можно выбирать любые фото. Ну, допустим, на этих давайте развернем вот так вот, наверное. Чтобы это было интересней смотрелось. Вот, хотя, смотрите, визуально. Вот, получается, здесь у нас телефончик, а здесь уже побольше пошел. Давайте, знаете, как сделаем. Надо, чтобы это было как-то пропорционально. Если с этой стороны большой гаджет, то и или напротив, или по диагонали, чтобы это было смотрелось более гармонично. Давайте, наверное, вместо вот этого гаджета я сделаю тоже большой гаджет, планшет тоже вставлю. Заходим снова в элементы. Вот он наш планшет. Вот, смотрите, уже сразу другой вид совершенно, когда они получаются друг напротив друга одного размера. гаджет нашим. Ну, и здесь уже смотрим, какие у нас фотографии или вертикальные, или горизонтальные. Поэтому и располагаем наши гаджеты таким же образом. Или вертикально, или горизонтально. Если фото горизонтальное, то мы делаем вот так. Но чтобы это было видно, что это не просто рамочка, а именно гаджет, надо, чтобы он был виден целиком. И еще раз повторю, чтобы видно было, что это бесконечная лента, желательно, чтобы часть рамки заходила на другой пост, на пост другого дня. Тогда будет видно, что это у вас действительно бесконечная лента. Выравниваем наши рамочки все, чтобы они у нас были нужного нам размера, чтобы они хорошо смотрелись в нашей ленте. Знаете, что-то не нравится мне телефончики, не нравятся мне телефончики. Наверное, будет интереснее, если тут будут везде планшеты. А телефоны, в принципе, можно накидать просто фоном. Просто фоном, где-то вот мелко. Яркими пятнами такими. Допустим, вот так. Вот так. Причем фотографии можно сделать любые совершенно. Вот как будто у нас вот так вот небрежно. Телефончики тут везде разбросаны, яркие такие пятна. Хотя их же можно сделать и побледнее тоже. Чуточку приглушить. Если хотите, их можно убрать. Хотите, можно оставить. Хотите, сделайте ярко. Хотите, приглушенно. Чтобы это было как элемент фона. Так. И сейчас мы планшетов сделаем больше. У нас будет 4 активных таких поста с планшетами. Так, так, так. Вот так вот мы накидали планшетов. Как вам такая композиция? Уже лучше? Причем, смотрите, у нас, по-моему, есть возможность поменять цвет планшета. Да, можно даже поиграть со цветом. Если не хотите, чтобы планшеты у вас были черными, можно их сделать, допустим, вот такого цвета темно-красного. Это опять-таки, если вы к какой-то цветовой гамме пришли на вашем аккаунте, можно сделать, приблизить ее к вашей цветовой гамме. Вот так вот, допустим. Так, а этот у нас элемент не меняет свой цвет. Ну, хорошо. Цвет рамочек давайте попробуем поменять, поиграть со цветом. Так, поставим галочку, что мы все оставляем. Так, у рамочек цвет у нас не меняется тоже. Ну, хорошо, пусть они у нас остаются так, как есть. Итак, фотографии. Давайте попробуем использовать еще одну возможность в конве. Это подбор фотографий. Допустим, нам нужно найти фотографию о бизнесе. Мы здесь вот пишем просто бизнес. Бизнес. И нажимаем Enter. И она нам предлагает море фотографий на бизнес-темы, которые мы можем брать. Также обращайте внимание, какие фото можно брать бесплатно, какие можно брать платно. Еще такой момент. Если у нас все элементы бесплатные, то мы можем спокойно скачать. Потом я покажу в конце, как это будет выглядеть. Если вы что-то, какой-то элемент возьмете платный, просто канва не даст вам возможность скачать. Такой вот небольшой нюанс. Ну, давайте возьмем вот это фото. Сюда поставим, допустим, вот это фото. Опа. Что-то оно у нас. Ага. Хорошо. Это у нас вот так. Вот мы перевернули. Это фото, оно у нас почему-то, почему встало. Планшеты у нас вертикальные. И фотографии встают вертикальные. Хорошо. Удалим сейчас изображение. И поищем фотографии вертикальные. Чтобы нам было удобней. Вот, допустим, вот такая вот фотография. Так, и вообще получается, что горизонтально у нас не получится. Обратите внимание, что планшеты вертикальные и горизонтально расположить фото не получится. Поэтому тогда мы их располагаем вертикально, поворачиваем. Обращаем внимание, где вверх, где вниз, чтобы у нас фотографии выглядели. Вот эта фотография совсем не входит, получается. Мы только ее пододвинуть можем. Вот так, допустим. Нет, не очень удачно она у нас выглядит. Так, и эти тоже. Все располагаем. Так. И вот так. Вот такой вот творческий бардак у нас получился. Так, и какие же нам все-таки... Давайте, вот нашла вертикаль. Ага, это у нас платная фотография. Вот эту можно фотографию использовать. Если бесплатных фотографий, которые вы хотели бы использовать, нет. А платные, я еще раз говорю, нет смысла использовать, что мы не сможем скачать. Вот, допустим, бесплатная вот такая вот фотография красивая. Раз, и так очень интересно смотрится. Ну, конечно, фотографии должны быть подобраны именно со смыслом, чтобы у вас из этих девяти постов был блок готовый. Готовый контент-план из девяти постов. Но сейчас я просто выберу фотографии, чтобы мне показать, как это смотрится. Потом я их могу поменять в любое время, конечно. Так, 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 так. Сейчас я это просто делаю, чтобы показать. Вот опять фотографию. Важно, чтобы оно все было эстетично, гармонично. Ни мелко, ни крупно. Допустим, так. И последнее фото, что-нибудь сейчас. Вот такую вот возьмем картинку. А можно сделать, сейчас, наверное, сделаем такой вариант. Опа, не туда встала. Ну, ладно, еще раз пробуем. Ага, вот все, встала туда. Сейчас мы сделаем такой вот вариант. Вот такой вот у нас получился смешной аккаунт. Примерно такой аккаунт у нас с вами есть. Я показывала в образцах, которые мне понравились. Там тоже женщина использовала. Но она брала картинки целиком. Использовала. Так, сейчас я увеличу размер. До нужного. Вот так примерно. Вот смотрите, совершенно получается стилизированный аккаунт. Поэтому, если взяв картинки в каком-то одном стиле, у вас сразу же может быть стильный аккаунт. Поэтому, прежде чем делать, конечно же, мы подбираем картинки. Если вы продаете продукт, то это проще. Вы выбираете фотографии вашего продукта и выкладываете. Если у вас какая-то компания, интернет-магазин, вы выбираете, опять-таки, из какой-то любой категории товары, какие вы хотите показать, и выкладываете эти товары. Сделаем немножко. А то получилось две фотографии одинаковых. Чуть бы сейчас не встала туда, куда не надо. Сейчас мы в маленький телефончик ее запрячем. Уменьшаем до размера гаджета. Раз, и она у нас спряталась. Так, а здесь мы с вами можем сделать надпись. Надпись делаем, нажимаем на текст, выбираем размер шрифта. Допустим, нам большой шрифт надо. Можно выбрать шрифты из представленных ниже, но сразу скажу, что они все на английском, в разных вариациях. Так, если же вы будете писать на русском, то шрифт будет весь один и тот же. Так, наступаем на этот шрифт, чтобы он у нас высветился, и была возможность его передвигать. Вот он у нас высветился. Мы его берем и двигаем туда, куда нам нужно. И пишем заголовок нашего поста. Допустим, здесь у меня будет рубрика, ну, допустим, про Инстаграм. И любой пост, ну, допустим, сервисы-помощники. Сервисы-помощники. Слегка великоват шрифт. Мы можем его поменять. Размер его вот здесь вот 42. Меняем на 32. И можем поменять сам шрифт. Есть такой, есть такой. Есть вот у меня загруженный шрифт. Я скачивала с интернета. Вот он мне еще не надоел даже. Нравится вот такой вот шрифт. И мы можем выбрать цвет шрифта под цвет наших рамочек. И оно будет вполне себе гармонично смотреться. Можно тоже расположить так же в слегка хаотичном порядке. Вот так это примерно будет выглядеть. Здесь, допустим, мы напишем. Здесь мы напишем. Опять берем, нажимаем, копируем. Нажимаем на заголовок. У нас встает сюда. И ставим сюда. Сразу выбираем шрифт. Нам нужен лобстер. И размер мы выбрали с вами 32. И выбираем цвет, который нам нужен. Вот такой. Все. Впоследствии на этом месте мы с вами просто напишем заголовок того поста, который у нас нам нужен. Дальше. Опять нажимаем заголовок. Нажимаем на него. Опускаем туда, куда нам нужно. Вот так вот. Кстати, здесь тоже надо повернуть, чтобы оно смотрелось у нас все в едином стиле. Вот так вот. Встаем на это место. Выбираем наш шрифт. Выбираем 32. Сразу скажу, что здесь шрифтов в конве красивых не очень много. Они все похожи один на другой. У меня в инстаграме есть пост «Как скачать шрифт». Можно здесь загружать собственные шрифты. И что дальше? Мы можем теперь скачать этот блок с вами. Сейчас мы с вами попробуем это сделать. Нажимаем «Скачать». Выбираем «Расширение» или «ПНГ» или «Джепэг». «Джепэг» – это качество фотографий. Я обычно беру их, использую. И нажимаем «Скачать». Идет подготовка дизайна. Ага, вот. У нас рамочки были использованы, которые у нас не бесплатные. И программа предлагает купить за 1 доллар возможность использовать эти рамочки. Допустим, я нажимаю «Купить». И потом в дальнейшем я уже смогу использовать эти рамочки. Дизайн готов. Идет загрузка. Вот я сейчас при вас за 1 доллар, за 1 доллар, за 60 рублей купила возможность использовать эту рамочку дальше в своем аккаунте. У меня сразу с карты списались. У меня была привязана карта к этому сервису. И деньги сразу списались. 1 доллар я заплатила за возможность использовать эти рамочки. Все. У меня скачался этот блок на рабочий стол. Теперь я что делаю? Я его... Он у меня в загрузках сейчас есть. Я просто захожу в «Скайп». И через «Скайп» я использую связь с дочерью для этих целей, чтобы мне можно было увидеть этот блок в телефоне. Вот я захожу просто в «Скайп дочери» и выбираю этот блок из загрузок. Захожу в аккаунт «Дочери» в «Скайпе» и выбираю этот блок, который мы сделали. Он у нас в загрузках. Как вы помните, этот блок у нас назывался «Новый аккаунт». Ищем его здесь. Вот он ушел у нас на «Скайп дочери». Теперь я захожу в свой телефон. У меня «Скайп» запараллелен, что очень удобно. Я могу работать на компьютере, потом в «Скайпе» отправить, ну вот как я обычно делаю дочери, скачать у себя в галерею, и он будет у меня уже в телефоне. Дальше я работаю в телефоне. Дальше я использую приложение, которое у нас делит на квадраты. И сейчас я продолжу запись уже в телефоне. Все, теперь мы ведем запись экрана в телефоне. Я отправила дочери картинку из девяти блоков, которую сделала в «Конве». Сейчас у нас откроется. Я захожу в аккаунт. Вот она, эта картинка. Я ее скачиваю, и она у меня в галерее. Теперь я захожу в сервис, который я использую дальше для того, чтобы делать бесконечную ленту. И он называется «9скауры». Название не русское. Конечно, сложно прочитать. Но, в принципе, сервис тоже довольно-таки простой. Захожу в галерею. Выбираю именно то, что мне нужно. Вот он спрашивает, на сколько блоков вы хотите поделить. 3 на 3. У нас 9 блоков. И нажимаю «Готово». И вот они, 9 постов, которые у нас будут вот в таком порядке, вот в таком формате. Я нажимаю «Копировать их на CD-карту себе». Отправляю. И все вот эти блоки, все вот эти фотографии отправляются на CD-карту. Дальше я могу показать, где они находятся. Заходим в галерею. И у нас вот они, пожалуйста. Можно выбирать в той последовательности. Здесь последовательность у нас немного нарушается. Поэтому вы всегда следите за тем, что за чем у вас должно быть. И все. Дальше мы заходим в галерею. Берем нужный нам пост. У нас, по-моему, вот этот был первый самый пост. Пишем к нему то, что мы хотим. И отправляем его туда, куда хотим. Или сразу в ленту в Instagram. Или в Stories. Или дальше уже делаете с этим постом все, что хотите. Вот таким образом делается бесконечная лента. Главное, что потом, когда вы будете следующий блок закладывать, смотрите, чтобы ваши кончики совпадали. Это делать в конве, в принципе, несложно. Сейчас я даже покажу, наверное, как это делается. Итак, как продолжить нашу страницу? Все очень просто. У вас есть вот эта заготовка. Вы берете ее, копируете. Итак, мы берем наш блок и копируем его. Нажимаем вот на этот значок. И у нас встает их две одинаковых. Теперь та, что ниже, она у нас изначальная. А та, что сверху, мы ее исправляем на следующий блок. Итак, мы ее поправляем. Делаем так, чтобы краешки предыдущих фото в верхних постах были видны. В наших совсем маленькая стала. Стараемся аккуратно, особо ничего не двигать, чтобы нам не нарушить структуру. Мы изменяем только, можно положение рамок, заголовки, фотографии. И берем, делаем вот так вот. Копируем вот это фото. Нажимаем на вот нижнее фото. Делаем копировать. И делаем вот так вот. Раз. Нам надо сделать так, чтобы уголок был виден внизу. Нажимаем сюда. Копировать. У нас их получается две. Разворачиваем в нужную сторону. Увеличиваем такой же размер, как у нижнего фото. И спускаем вот таким вот образом, чтобы у нас было видно. Единственное, что цвет у нас здесь, но мы сделаем еще пониже. Вот так вот. Чтобы полностью совпадало. И будет видно, что это продолжение именно этого гаджета. Попробую все-таки снизу сделать. Вот оно встало. Разворачиваем точно так же. Размер у нас такой же. И делаем вот так. Вот у нас видно, что наша лента продолжается. Продолжается именно так, как мы хотели. И мы можем дальше уже менять фотографии, менять надписи, менять наши посты. Это можно убрать, если хочется. Что-то другое можно поставить. Но чтобы стилистика была не нарушена. Тогда это будет красиво смотреться гармонично. И еще не рекомендуется часто менять хотя бы один месяц в одном стиле. Потом можно плавненько перейти на другой стиль. Тогда ваш аккаунт будет смотреться интересно, стильно, гармонично. Это если вы хотите вести бесконечную ленту. Если вы хотите сделать, чтобы ваши... Так, здесь я закрою этот аккаунт. Потом я его доделаю, дооформлю. Если вы хотите, чтобы ваш аккаунт был, допустим, столбиками или в шахматном порядке, то тоже выбираете квадратный элемент. И уже каждый пост отдельно готовите в определенном цвете, с определенными рамочками. Чтобы это смотрелось красиво, гармонично. Вот, допустим, мы хотим какой-нибудь голубой, вот мне там понравился дизайн был у девушки. И делаем, допустим, рамочку выбираем. Сейчас найдем элементы с рамками. Красивый какой-нибудь. И попробуем сделать красивую рамку для надписи, для какой-нибудь рубрики. Делаем такой вот цвет фона. Можно его сделать чуточку приглушенней, прозрачней. Вот так вот, чтобы он не слишком яркий был. И теперь попробуем найти к нему, подобрать рамочку красивую. Вот так вот. Вот так вот. Можно попробовать вот такие вот рамочки. Можно попробовать эту убрать другую рамочку. Ну, допустим, такую. Смотрите, конечно, как вам интереснее, какие рамочки вам интереснее. Главное, обращайте внимание, что это платно или бесплатно. И что-то я не туда куда-то нажала. Вот так вот. Так вот, вот так вот. вот я допустим возьму ту же рамочку которую я уже покупала я ее могу сделать по самому краю растянуть вот так вот и у меня вот такая вот рамочка получится допустим я хочу одну оставить рамочку так здесь я могу написать такого же цвета текст какой-нибудь красивый но сейчас допустим напишем что-нибудь пишем нужный нам текст самые красивые вы самые красивые что у нас будет самое красивое шрифты пускай так и увеличиваем размер располагаем так как нам надо выбираем шрифт какой хотим выбираем цвет допустим вот так вот под рамочку можно сделать побольше не 42 а допустим 56 нас размер рамочки позволяет вот допустим вот такие вот такая рубрика у вас будет одним цветом выделено и вы хотите поставить фото копируем фон чтобы у нас был примерно убираем текст убираем рамочку она нам не нужно оставляем этот обычную форму не доходить вам и выкопируем абсолютно любую нот возьмем допустим наталью ставим и берем фильтр чтобы у нас эта фотография была вот есть фильтр такого допустим цвета вот он такой получается непрозрачный так он у нас получается непрозрачный а почему он у нас такой непрозрачный сейчас уберу я вот это вот чтобы она у нас не мешала этот фильтра нам не подходит нам нужна фотография четкая поэтому мы смотрим другой но драма вот такая вот яркая будет фотография можно посмотреть еще вот epic мне нравится фильтр такой интересный и если вы будете все свои фотографии делать в одном и том же с одним и тем же фильтром с одним и тем же эффектом то ваш instagram будет вот представляете или вот такие вот у вас все фотографии будут но они немножечко не сочетаются с текстовым вот epic будет мне кажется больше сочетаться с предыдущим роликом как-то вот они более-менее так сочетаются какие-то повторяющиеся цвета должны быть во всех картинках вашего аккаунта тогда будет смотреться красиво и гармонично и если вы будете выкладывать допустим через две фотографии картинку с текстом то у вас будет вырисовываться столбик если будете выкладывать через одну то у вас будет в шахматном порядке выстраиваться ваш instagram поэтому смотрите экспериментируйте главное делайте до новых встреч с вами была сафронова ольга